Каспийская флотилия 290 лет тому назад, 5 января 1731 года, в Москве были зажены первые стеклянные масляные фонари. В ноябре 1730 года, Сенат Российской империи издал указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения Москвы в зимнее время. И 5 января 1731 года, в Москве были зажены первые масляные уличные фонари. Всего их было установлено 520. Они зажигались с 1 сентября по 1 мая по 18 ночей в месяц, когда на небе не светила луна. Деньги на устройство освещения были выделены казной, но зажигать фонари и содержать их в исправности должны были сами москвичи. В 1880 году в Москве засветились первые электрические фонари. В 1883 году при помощи дуговых ламп в день коронации Александра III была освещена площадь вокруг Храма Христа Спасителя. После пышных празднеств многие москвичи стали подавать генерал-губернатору прошение об устройстве электрического освещения в своих домах. Однако осветить свои жилища они смогли только 30 лет спустя, когда была открыта первая центральная электростанция на Раушской набережной. В городе Бресте есть интересная традиция, можно так ее назвать. На улице Советской каждый вечер фонарщик проходит с лестницы у каждого керосинового фонаря и зажигает его от огня. И пока он не зажжет все фонари, ни один фонарь электрический не включат. Фонарщик. Притча. В те времена, когда фонари зажигали огнем, по улицам каждый вечер ходили фонарщики и приносили свет в каждый переулочек. В то время жил маленький фонарщик, он был низенького роста, невзрачный старичок. Каждый вечер он ходил по переулкам и чиркал спичкой по своей подошве, зажигая фонари. Каждая темная улочка становилась светлее обычного. Семьи у него не было, он был тихий, незаметный. Люди, живущие рядом, не знали о нем ничего. Дети насмехались, обзывая карликом, а взрослые называли лодырем, поэтому он предпочитал выходить на улицу только по вечерам, зажигать фонари, а после любоваться ночным небом. Каждый раз, чиркая спичкой по подошве, маленький фонарщик уменьшался в росте. Однажды к нему подошел незнакомец и спросил. Как ты можешь так жить? Ведь ты совсем исчезнешь. Ты для людей не жалеешь жизни, а они ничего взамен, лишь оскорбления. Несправедливо, неправильно. На что он ответил. Если я не буду зажигать фонари, то люди останутся без света. А как же они без света? Если кто ночью пойдет по темной улице, разве он дойдет до дома? Так до утра и будет блуждать. Справедливо, разве? А свет на улице будет. Тут человек до дома дойдет. А в глубине души спасибо скажет. И мне спокойней будет. Так и продолжал маленький старичок чиркать спичкой по подошве и уменьшаться, пока вовсе не исчез. Никто и не заметил, что не стало маленького пожилого человечка. Только все сразу заметили, что вечерами стало очень темно. Где-то вдали догорает закат и фонари ярче горят. И не дают они людям сбиться с пути, ночные спутники по подошве. И не дают они людям сбиться с пути, ночные спутники по подошве. Город ночной серебрится в реке, парки мостов, в сказочном сне, окна больших дамок погасили огни. Лишь неустанно горят по подошве. Окна большие дамок погасили огни. Лишь неустанно горят по подошве. 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 Мои ночные друзья подари. Лишь неустанно горят по подошве. Пусть же всегда они людям светят пути, мои ночные друзья подари. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Субтитры создавал DimaTorzok